Бог, кого любит, тех обличает и наказывает. Так все-таки, наказывает ли Бог или нет? И неужели Он действительно использует для этого болезни и немощи? Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Сегодня мы постараемся с вами разобраться с достаточно непростым местом Писания в книге пророка Еремии. 30 глава. Прочтем с 10 по 19 стихи. Так что берите свои Библии, блокноты, ручки и мы с вами начинаем. Вы на канале Арим. С вами Руслана Ирина Андреева и это подкаст «Библия. Читаем вместе». Отец, во имя Иисуса мы благословляем это время и мы доверяем себя Твоему служению, Святой Дух. Мы осознаем сами разобраться в Твоем Слове. Мы не можем. Мы не хотим полагаться на разум свой. Мы доверяем Тебе, Учитель и Наставник. Наставь нас на всякую истину. Открой наше сердце и разум к уразумению Писания. Утверди нас в истинах о том, что исцеление – это Твоя воля для нас всегда. Аминь. Аминь. Читаем с 10 стиха. Это слова Бога, обращенные к Его народу. И ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и племя Твое из земли пленение их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Ибо я с Тобою, говорит Господь, чтобы спасать Тебя, я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял Тебя, а Тебя не истреблю. Я буду наказывать Тебя в мире, но ненаказанным не оставлю Тебя. Ибо так, говорит Господь, рана Твоя неисцельна, язва Твоя жестока. Никто не заботится о деле Твоем, чтобы заживить рану Твою. Целебного врачевства нет для Тебя. Все друзья Твои забыли Тебя, не ищут Тебя. Ибо я поразил Тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий Твоих, потому что грехи Твои умножились. Что вопьешь Ты о ранах Твоих, о жестокости болезни Твоей? По множеству беззаконий Твоих я сделал Тебе это, потому что грехи Твои умножились. Но все пожирающие Тебя будут пожраны, и все враги Твои все сами пойдут в плен. И опустошители Твои будут опустошены, и всех грабителей Твоих придам грабежу. Я обложу Тебя пластырем и исцелю Тебя от ран Твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря, вот сио, на котором никто не спрашивает. Так говорит Господь. Вот, возвращу плен шатров Якова, и селение его помилую, и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему, и вознесутся из них благодарения, и голос веселящихся, и я умножу их, и не будут умоляться, и прославлю их, и не будут унижены. Аминь. В пятнадцатом. Что ты вопиешь о ранах и о жестокости болезней Твоей, по множеству беззаконий Твоих, я сделал Тебе это. Якобы все указывает, вот Тебе по делам, так Тебе и надо за все, что Ты прежде наделал. И многие могут взять эти слова и построить снова вот это богословие в вопросе того, что Бог одновременно является и целителем, и инициатором болезни и немощи. И мы с вами также можем вырвать вот эти стихи из общего контекста, больше ничем их не проверять, не вникать особо и сказать, вот смотрите, сам Бог говорит, я наказываю тебя, ненаказанным тебя не оставлю, я буду поражать тебя ударами, за беззакония Твоих я буду делать Тебе все это, глаз Тебя не спущу, таким образом я и буду Тебя воспитывать по жизни. И вот что-то подобное в свое время проповедовали друзья Иова, когда они пришли к своему другу, в жизнь которого пришли бедственные дни, весь его бизнес разрушился, его дети погибли, его имение разбито, он сам сидит в проказе и стенает от боли. И его друзья, придя к нему, стараются как раз и донести ему подобного рода богословия. Бог наказывает тебя за грехи твои. Ты где-то согрешил, поэтому вот сейчас Бог осуществляет над тобой свою педагогику. И вы скажете, а что же делать? Ну так же же написано. Но мы снова повторим вам, что прежде чем вам давать то или иное толкование в отношении мотивов Бога, сердца Бога, желаний, планов Бога, вам прежде всего необходимо утвердить для себя истинный образ Бога, явленный нам в Сыне Божьем Иисусе Христе. Утвердите для себя вот этот отвес. Какой Бог в своем характере, в своем отношении к человеку, он какой? Тут же, пускай к вам на память, приходят не просто какие-то истории из Ветхого Завета, или подобные вот такие небольшие фразы из книг пророков. Первое, что должно вам приходить, это явление Бога в Его Сыне. Какой Бог? Бог такой, как Иисус. Каково отношение Бога? Как мне это узнать? Я смотрю на Иисуса. Как я могу понять, чего Он хочет? Прежде всего, для этого мне нужно смотреть на Иисуса. То, что хотел Иисус, я смело могу сказать, вот это хотел Отец. Как являет свое отношение к другим людям Иисус? Точно такое же отношение являет и Отец. Это явление Отца. Окружали ли Иисуса люди, которые грешили и делали беззаконие? Ответ – да. Начиная с язычников и заканчивая евреями, людьми Завета. Даже из числа учеников, близкие люди. Вот Он, Иуда, которому Иисус решил доверить финансы всего служения. Этот человек каждый день ворует его деньги. Он грешит против Иисуса каждый день. У меня вопрос к вам. Это грехи? Вы скажете, ну конечно. Это беззаконие? Да. Следующий вопрос. Иисус знает об этом? Ваш ответ – да. Иисус знал о том, что делает Иуда. Был ли Иисус согласен с теми решениями, которые принимал Иуда, занося свою руку в денежный ящик служения? Ответ, конечно, нет. Но теперь следующий вопрос. И что Иисус в отношении Иуды сделал? Наказал его какой-либо болезнью или язвой жестокой? Поразил его великими ударами? Что-либо из вышеперечисленного. Вы видите, что Иисус вот так повел себя с Иудой? Ответ – нет. Вы скажете, ну а как же тогда? Вот мы же взяли эти местописания. И здесь же так написано. А мы специально взяли вот эти девять стиховки, потому что внутри них содержится как образ Бога, ищущего спасать и исцелять. Также и вот такие странные фразы, представляющие его как инициирующего болезнь. Поэтому смотрите, если прежде всего вы утверждаете стандарт Иисуса, Бог именно вот такой, только тогда вы сможете брать эту проекцию и направлять ее на эти стихи, и уже отсюда задаваться вопросом. Если Бог не мог себя вести подобным образом, тогда как я могу объяснить подобные слова? Вот тогда вы уже идете в правильном направлении. И вот с таким сердцем вам проще будет взаимодействовать со Святым Духом, прося у Него мудрости, ясности и света для понимания образа Бога, явленного в этих стихах. Давайте попробуем вместе разобраться. Начнем с 10 стиха. Бог обращается к своему народу в то время, когда Израиль уже на протяжении многих лет, а то и поколений, отступает от Бога. То одним идолом поклоняется, то другим. То снова приближается к Господу, то снова уходит, выдала поклонство в отступление в грехи и в беззаконие. И в результате это приводит к тому, что враги восстают на Израиль и сейчас они будут введены в плен, лишатся своей земли и будут рассеяны во всех других народах. Подобные виды рассеяния всегда приводили к тому, что народ, разбросанный по другим землям, спустя время ассимилировался с другими и вообще исчезал с лица земли. Израиль сейчас в своей истории докатился уже вот до такого состояния. Но посмотрите, первые слова, которые Бог обращает к Израилю, Он говорит, не бойся и не страшись. Уже вот этот призыв, не бойся и не страшись, говорит твой Господь. «Ибо вот я спасу тебя». В прошлом выпуске мы с вами обращались к 106 Псалму, где мы с вами ясно видели, безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. Их безрассудство, их беззаконные пути приблизили их к вратам смерти. Но когда они воззвали Господу в скорби своей, Он спас их от бедствий их. Когда здесь в контексте мы смотрим, к кому обращается Господь, то мы видим к народу, который прежде веками отступал от Господа. Целое поколение жили в отступлении от Бога, грешили, творили беззаконие, не обращались к Господу и не нуждались в Нем. Их безрассудные дела в результате привели их в состояние полной утраты и своей земли, и своих домов, и здоровья. Кто-то семью свою потерял, но Бог сейчас обращается к Израилю именно в таком состоянии и говорит, «Не бойся, не страшись, я хочу спасти тебя». Выделите это в 10 стихе. В 11 стихе Он также повторяет эту мысль. «Потому что я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя». Давайте собирать все необходимые составные. В 10 стихе Бог говорит «я хочу спасти тебя, не бойся, не страшись». В 11 стихе «я с тобою, чтобы спасать тебя». «Я с тобою, не для того, чтобы манипулировать, ломать тебя через колено, наказывать тебя, бить тебя». «Я с тобою, чтобы спасать тебя». Уклоняешься в сторону погибели ты сам, следуя за глупостью и волей врага. «Но я с тобой, чтобы тебя спасать от этого». Вы скажете, ну хорошо, но вот же, в 11 стихе звучит эта фраза. «Я буду наказывать тебя в мире, но ненаказанным не оставлю тебя». Написано же «я буду наказывать тебя». Но для того, чтобы разобраться с этой фразой Господа, вам лучше всего использовать словарь. Если у вас есть перевод стронга или другие переводы, откройте это еврейское слово «наказывать». И вот что означает это слово «наставлять», «учить», «исправлять», «дисциплинировать», «наказывать». То есть, глядя на это слово, вы видите, что оно из разряда процесса обучения. «Наставлять», «учить», «исправлять», «научать», «устраивать» урок. Это слово не из судебной юрисдикции. Это слово из учебного процесса. Вы скажете, так что, Господь что, не бьет, не наказывает? Я вот помню, где-то написано «Бог, кого любит, тех обличает и наказывает». Да, это написано в книге Откровения 3 главе 19 стихе. Бог говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Также в послании к евреям 12 главе 5 стихе написано, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». И вот слово «наказывать» здесь также означает воспитание, наставление, наказание, дисциплинирование, исправление. Возвращаясь к Откровению 3.19, там слово «наказывать» также означает воспитывать, наставлять, научать, наказывать, дисциплинировать, исправлять. То есть мы видим здесь, друзья, что когда речь идет о том, чтобы Бог наказывал нас с вами, то речь идет о процессе воспитания. Ну хорошо, вот же здесь у вас в Евреям написано, бьет же всякого сына, которого принимает. Вот бьет! А для того, чтобы разобраться и с этим образом бьющего Бога, вроде бы вот педагогический процесс, но бьет. Лучше всего в этом нам поможет еще одно местописание, Осия, 6 глава, 4 стиха. «Что сделаю тебе, Ефрем, говорит Господь? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая». Снова смотрите, Бог сейчас обращается к своему народу, который ведет себя нечестиво. Их благочестие то появляется на малое время, то снова исчезает. Они отступают от Господа. Пятый стих. Остановитесь, посмотрите на 5 и 6 стихи. «Вот инструмент, на который Господь указывает, вот каким образом я бил их и наносил поражение. Я поражал их через пророков и бил их словами уст моих». Бог совершает свое педагогическое служение посредством своего слова. И когда вы встречаете подобные фразы «Господь поразил и бил», прежде всего относите это к педагогическому служению Бога его словами в адрес его народа. А уже такие разновидности, как болезни, язвы, поражение от врагов, голод, бедствие и тому подобное – это являются результатами тех решений, которые человек принял, идя по пути, которые и приводят ко всем этим бедствиям и скорбям. Но это важно, ведь мы помним с вами, что всего лишь два царства существуют на этой земле – царство Божье, царство Слова Божьего, истины Божьей, любви Божьей и царство пораженного лживого дьявола. И, скажем так, между ними человек, который выбирает, с каким царством он будет взаимодействовать. Вы можете взять листок бумаги, разделить его напополам, и с одной стороны у вас будет царство Божье, а с другой стороны будет царство дьявола. А человек посередине, который всегда взаимодействует с каким-либо из царств. То есть нейтральной какой-то средней, третьей территории у него просто не существует. Мы с вами постоянно взаимодействуем с духовным миром. А вот с каким именно – снова-таки это наш выбор и это наше решение. И читая любой отрывок из Библии, будь то особенно в Ветхом Завете или в Новом Завете, нам важно учитывать, что среди участников любых обстоятельств и событий всегда есть три личности. Это Бог, это сам человек и это пораженный и лживый враг. И именно тогда, когда истинный образ Бога Отца, который есть постоянная любовь, который был явлен в Иисусе Христе, утвержден внутри нас, тогда нам намного легче и проще понимать, где Его работа, а где не Его работа, где просто следствие того, что человек взаимодействовал не с Богом, а с другим царством. И когда в следующих стихах, в 12-м, Бог описывает, «Вот рана твоя не исцельна, язва твоя жестока, никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою, целебного врачевства нет для тебя». Бог описывает пораженное состояние своего народа. И Бог указывает, что в этом мире, среди тех друзей, с которыми ты прежде водился, у них нет для тебя исцеления, у них нет врачевства для тебя. Никто, с кем ты прежде завел свою дружбу, которая в результате привела тебя ко всем этим язвам, теперь у всех, с кем ты шел в это место поражения, у них нет для тебя врачевства. А я как раз ищу того, чтобы спасти тебя, возвратить и исцелить. И вот 17-й стих. Смотрите, Господь говорит, «Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих», говорит Господь. И вот отсюда 17-й, 18-й и 19-й стих. Вот мы с вами видим сердце Бога, который что ищет? Ищет вывести из места поражения, восстановить и исцелить свой народ. «Я обложу тебя пластырем, я исцелю тебя от ран твоих». Тебя раньше называли отверженным, но я говорю, вот возвращу плен, помилую. Разрушенный город опять будет построен. «Храм снова устроится по-прежнему, вознесутся в них благодарения и голод веселящихся, и я умножу их, не будут умоляться, прославлю их, не будут унижены». Знаете, о чем это говорит? Друзья, это говорит о том, что насколько бы далеко мы с вами не ушли от Бога, Бог всегда открыт, и Он готов к тому, чтобы исцелять. Сколько бы проблем и болезней не насобиралось у вас во время того, когда вы ушли в сторону от Бога. Если прямо сейчас вы обращаетесь к Нему за помощью, если прямо сейчас вы обращаетесь к Нему, потому что вам нужно исцеление, вот сердце желания Бога. Он говорит, я исцелю, я обложу тебя этим пластырем, я уже все приготовил для тебя благодаря Иисусу Христу. В моем сердце есть желание помогать тебе, даже если до этого ты куда-то уходил в сторону. Бог настолько милующий, прощающий и благой, что Он всегда готов принимать нас с покаянием. Но если внутри нас так и будет оставаться образ Бога, который все-таки прежде наносил нам поражение, вы никогда не будете отправляться к такому Богу, вы будете Его бояться. А Он говорит, не бойся, не страшись, иди ко мне, я хочу тебя исцелить. Уберите из своего мышления образ Бога, воля которого была поразить вас тем, в чем вы поражены. В нем нет подобного совмещения. Закрепим эту истину следующими последними стихами. Апостол Иоанна в первом послании, 3 главе, 8 стихе, где он говорит, для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Бог явился во плоти Своего Сына, и что Иисус делал, когда Он исцелял болезни, изгонял бесов, очищал от проказы, от слепоты, от глухоты и так далее? Он разрушал дела дьявола. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушать дела дьявола. Болезни, немощи, проказы, поражения тела и тому подобное. Чьи это были дела? Вот истина, которая говорит, это были дела дьявола. Бог явился во плоти, чтобы разрушить дела дьявола. Книга Деяния, 10 глава, 37-38 стих. Вы знаете происходящее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповедованного Иоанном, как Бог Духом Святым. И силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. 38 стих. Бог помазывает Иисуса для чего? Для того, чтобы благотворить и исцелять всех обладаемых дьяволом. То, для чего пришел Бог? Для того, чтобы избавить свой народ из того плена, в котором Он оказался, по причине главного авторства – служения дьявола. Дьявол возобладал этими людьми и привел их в то состояние поражения, немощи и болезни, в котором они оказались. Иисус был помазан, чтобы исцелить всех обладаемых дьяволом, разрушать все его дела. Вот эти истины нам важно было закрепить для себя снова, что мы с вами и сделали. Аминь. Аминь. А на что Господь обратил ваше внимание в этих стихах? С удовольствием почитаем обратную связь от вас в комментариях, а также в чате Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами снова погрузиться в атмосферу Слова Божьего. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог, ищущий нас спасать. Мы отказываемся бояться и страшиться. Мы принимаем решение ходить в Твоей любви и принимать Твое служение милости. Ибо Ты сказал, я милости хочу больше, чем жертвы. Ты желаешь миловать нас. Ты желающий исцелять нас и выводить нас из глупых путей наших, безрассудных решений и всяких ловушек, в которых мы можем оказываться по воле врага. Мы благодарим Тебя за Твою благость и милость за Твое служение восстановления во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся. Всем благословений.